Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Вы держитесь там. В кыргызском поселке Дача Су, на который упал турецкий Боинг, митингуют. Через два месяца после авиакатастрофы власть так и не решила проблемы его жителей. У меня один вопрос к вам. Вы нам землю выделите или нет? Дайте нам землю. Мы сами все построим. Сколько раз приезжали? А толку никакого. Права налево. В Казахстане разразился скандал. Девушка публично поблагодарила папу за то, что он купил ей водительские права. Возможно. В нашем Казахстане возможно все. Колыбель цивилизации. Тяжелые бои за иракский Масул продолжаются. Репортаж нашего корреспондента Инны Вареницы с линии фронта. Медицинская помощь и еда. Вот то, что сейчас нужно людям, которые покидают дома в западной части Масулы. Картошка как роскошь. Цена на второй ходовой продукт питания в Таджикистане подскочила почти втрое. Жители страны отказывают себе в продукте первой необходимости. Надо что-то с ценой делать. Людям дорого. Не у всех есть возможность купить. Узбекистан будет принимать политических беженцев со всего мира. Соответствующий закон подписал президент страны Шавкат Мерзиёев. Согласно указу о дальнейшем совершенствовании деятельности аппарата президента республики Узбекистан, сотрудники канцелярии Мерзиёева обязаны в течение двух месяцев разработать механизм, каким именно образом власти страны будут предоставлять убежище иностранным гражданам. Напомним, что в Узбекистане по вопросам предоставления и лишения гражданства решение выносит лично президент. Также стоит отметить, что в тюрьмах Узбекистана находится множество политических оппонентов власти. Те же, кому удалось покинуть Узбекистан, не раз утверждали, что в случае возвращения на родину их ждет неминуемая смерть. Жители поселка Дача-Су, на которой 16 января упал турецкий грузовой «Боинг», вышли на акцию протеста. По их словам, после трагедии власти так и не решили проблемы с выделением участков под строительство жилья. Впрочем, среди участников митинга самих пострадавших от авиакатастрофы не было. Шавкат Тургаев с подробностями. С момента авиакатастрофы в поселке Дача-Су прошло почти два месяца, но люди до сих пор от государства помощи никакой не получили. Возмущенные местные жители, устав ждать, вышли на митинг прямо на место падения самолета. Когда вы услышите глаз народа, эту фразу, адресованную властям, написали жители поселка на своих плакатах. Главное их требование, чтобы им выделили землю под строительство домов. Здесь они живут в постоянном страхе. У меня один вопрос к вам. Вы нам землю выделите или нет? Дайте нам землю. Мы сами все построим. Сколько раз приезжали? А толку никакого. Приехавший на митинг депутат парламента снова начал кормить людей обещаниями. Вы не думайте, что депутаты про вас забыли. С сегодняшнего дня, когда бы вы нас не позвали, мы приедем. Мы будем мостом между вами и правительством. Постараемся решить все ваши проблемы. Однако собравшихся выступление парламентария явно не впечатлило. С момента трагедии правительство, понятное дело, помогло в первую очередь пострадавшим. Обеспечило их теплой одеждой, едой и временным жильем. Но о тех, чьи дома остались целы, власти забыли. Хотя они тоже нуждаются в помощи. Самолет, когда разбился, керосин разлился, в мой двор затекло. Запах стоит до сих пор. С тех пор я болеть стала. После трагедии мы жить здесь боимся. Даже на улицу страшно выйти. О выделении земель власти сами заговорили сразу после авиакатастрофы. Дескать, жить здесь совсем небезопасно. Но теперь эта тема стала непопулярной. Как оказалось, людей переселять просто некуда. Более того, в правительстве эта тема даже не обсуждается. Сегодня такой вопрос не стоит. Потому что нет такой земли, которую можно переселить и им выделить участков. До сих пор неизвестно, какую компенсацию выплатит авиакомпания владелец судна. Потому что расследование крушения затягивается по непонятным причинам. Что же касается оказания помощи пострадавшим, то этим занимается спецкомиссия. Она до сих пор не смогла распределить собранные народом миллион четыреста тысяч долларов. Впрочем, во всей этой истории больше вопросов, чем ответов. Однако власти обещают внести ясность в ближайшие дни. Завтра в 9 часов премьер-министр собирает заседание по Дача-Су. И там точку, наверное, уже поставит премьер-министр. Что же до других жителей Дача-Су, то их земельный вопрос остается открытым. Велика вероятность, что люди, как и прежде, будут жить в поселке на птичьих правах. Без прописки, больниц, школ, детских садов и благ цивилизации. Шавкат Тургаев, Азат Интымаков. В настоящее время поселок Дача-Су, Кыргызстан. В Бишкеке тем временем протестуют работники одного из продуктовых рынков. Минувшей ночью несколько десятков торговцев попытались помешать ремонту единственной улицы, ведущей к базару. Люди долго не пропускали дорожную технику. К месту противостояния были вызваны несколько нарядов милиции. Сотрудники правоохранительных органов оттеснили протестующих от проезжей части. И муниципальные службы продолжили работу по вскрытию старого асфальта. Мы работаем на базаре Дейкан. Вот уже полгода эта проблема не решается. Вот уже полгода нас хотят закрыть и переселить на частный рынок Сары-Озен. Из-за этого нам отрезают свет, отключают воду. И вот сейчас начали копать дорогу. Хотя асфальт здесь совсем еще новый. Нас никто не слушает. Новые торговые ряды, по словам работников рынка, расположены далеко от центра города. Их прежние рабочие места, согласно планам столичных властей, будут снесены. До сегодняшнего дня на Бишкекском рынке работали около полутысячи человек. 20-летняя жительница Алма-Аты оказалась в центре скандала практически по собственной глупости. Она опубликовала в соцсетях снимок своих новых водительских прав. И поблагодарила своего отца за то, что он их ей купил. Скриншот с инстаграма девушки моментально разошелся в сети и вызвал возмущение пользователей интернета. Они призвали прокуратуру и департамент внутренних дел наказать и продавцов прав, и саму автолюбительницу. Дмитрий Беляков подробнее. После того, как дело приобрело нешуточный резонанс, местный департамент внутренних дел попытался сохранить лицо. Комитет административной полиции заявил, что Айгерим обучалась в автошколе целых два года. И сдала только со второй попытки. Даритель Джамбыл Фазылов рассказал СМИ, что дочка все не так поняла, так как платил он только госпошлину за бланк водительского удостоверения. Фазылова Айгерим, выйти из строя. Приступите к экзамену. Следом полицейские распространили два видео, на которых Айгерим Фазылова якобы как раз издает тот самый экзамен на водительское удостоверение. Но, увы, предоставленное видео только подлило масло в огонь. У пользователей социальных сетей возникли вопросы, почему стационарная камера видеонаблюдения шевелится и снимает видео в вертикальном формате, как обычный смартфон. Кто ведет съемку с дачи практики, почему видео смонтировано и ведется ли таким образом запись всех экзаменов. Купленными правами казахстанцев сложно сегодня удивить. Многие водители слышали, видели или сами сталкивались с такими прецедентами. А Айгерим Фазылова, по сути, просто нарушила правила игры. В МВД сейчас проводят служебную проверку, но вне зависимости от ее результатов пересдавать экзамен Айгерим Фазылова не будет. Дмитрий Беляков, Павел Ангельгард. Настоящее время. Азия. После этой скандальной истории наш корреспондент отправился на улицы Алматы и пообщался с жителями города на тему купленных прав. Как вы считаете, можно ли в Казахстане у нас купить водительское удостоверение, не сдавая на экзамен? Честно говоря, скорее всего, можно. Возможно. В нашем Казахстане возможно все. Если честно? Ну, конечно. В нашем мире, можно сказать, все покупается, все как бы делается только через деньги. Возможно. Я думаю, возможно. Думаете, возможно. Рассказывали знакомые? Ну, да. Наверное, можно. В покупающей? Ну, да. Везде так делается. Во всяком случае, у нас в Казахстане. Легко. Можно. Это только папа может подарить право. Только папа может подарить право. Папа может подарить? Да. В Казахстане ожидается очередное повышение цен на горюче-смазочные материалы в связи с ремонтными работами на шимкентском нефтеперерабатывающем заводе. С начала года топливо в стране дорожало уже трижды. Средняя цена за литр ходового АИ-92 увеличилась до 143 тенге. Это около 50 центов по официальному курсу. 95-й и 96-й бензин подорожал до 155 тенге. Самый дешевый бензин АИ-80 начинает исчезать, поскольку казахстанские нефтеперерабатывающие заводы постепенно прекращают его производство. Эксперты считают, что стоимость бензина не сопоставима с доходами населения. А министр энергетики Канат Бузумбаев заявил, что ведомство работает над приостановлением роста цен на бензин. Я не сравнивал средний доход населения со стоимостью бензина. Но если вы сравните по стоимости бензина, у нас сопоставимые доходы с россиянами сейчас, да? У нас бензин где-то, ну, процентов на... У нас бензин по стоимости в России где-то, допустим, 92-й бензин больше 180 тенге сегодня стоит. То примерно вы можете сами... Конечно, если вы с Европой будете сравнивать, то немножко другое. Подорожание топлива, как правило, влечет за собой скачок цен на основные продукты питания. Добавим, что минимальная зарплата в Казахстане составляет чуть более 76 долларов США. Представители сирийской военной оппозиции бойкотировали новый раунд мирных переговоров в Астане. Они выступили с призывом отложить переговоры и заявили, что продолжение встреч будет зависеть от того, будут ли сирийское правительство и его союзники придерживаться режима прекращения огня. Судя по их словам, их не устраивает выполнение условий режима перемирия. Они ожидают выполнения решений по обмену военно-пленами. И они также ожидают снятия режима блокады с некоторых территорий. Но, несмотря на бойкот сирийской оппозиции, в столице Казахстана все же начались двусторонние консультации участников третьего раунда переговоров. У нас на связи наш корреспондент в Астане Айнур Коскина. Айнур, здравствуйте. Что известно к этому часу? Динара, здравствуйте. Пока все переговоры проходят за закрытыми дверями. В столицу Казахстана прибыли делегации ООН, стран-гарантов России, Турции и Ирана. Российскую делегацию возглавляет специальный представитель президента по Сирии Александр Лаврентьев. В пленарном заседании ожидается участие и делегации Соединенных Штатов Америки. Ее возглавит посол США в Казахстане Джордж Кролл. Также в качестве наблюдателя ожидается участие и делегации Королевства Иордании. Среди обсуждаемых вопросов двухсторонних консультаций положение о примиренных районах и создание рабочей группы по обмену военнопленными. Также будет обсуждаться вопрос о разминировании гуманитарных объектов, в том числе и находящихся под защитой ЮНЕСКО. Динара? Спасибо, Айнур. Бои за иракский город Масул не прекращаются. Он был важнейшим стратегическим и идеологическим центром экстремистской группировки «Исламское государство» в Ираке. Правительственные войска и коалиции окружили западную часть города. По официальной информации, примерно половина западного Масула уже освобождена. Однако до двух тысяч боевиков ИГИЛ могут удерживать на контролируемых ими территориях до 700 тысяч мирных жителей. Что происходит на линии фронта? Из Масула наш корреспондент Инна Вареница. Вертолеты с неба, минометы с земли, за ними пешие подразделения. Так, в западном Масуле иракские войска и коалиции атакуют боевиков ИГИЛ. Последние удерживают около 40 квадратных километров территория города. Прячутся в домах, скрываются даже в туннелях. Мы перекрываем возможность использования туннелей. Теперь, когда мы видим любую возможность их передвижения, мы атакуем их с воздуха. У нас есть информация от разведки и от людей, которые остались в Масуле. Мы имеем представление о том, где находятся эти туннели и где именно прячутся боевики ИГИЛ. Прятались ИГИЛовцы и в Масульском музее. Здесь в подвале был целый медиа-центр, где печатались газеты и хранились документы. При отступлении все сожгли. Сейчас музей все еще приходится оборонять. Сюда время от времени прилетают мины. Когда начались бои, я и моя семья сидели в коридоре между комнатой и кухней, чтобы пули не попали в нас или мины, или взрывная волна не зацепила. И мы там сидели, пока не пришли полицейские и не разрешили нам выйти. Эта семья прожила при ИГИЛ два года. Их заставили закрыть собственный магазин одежды, чтобы люди не получали информацию из внешнего мира. Боевики конфисковали у них спутниковый приемник и выписали штраф. За прием родов эта семья заплатила 25 тысяч долларов. Бесплатную медицину получали только игиловцы и их сторонники. Медицинская помощь и еда – вот то, что сейчас нужно людям, которые покидают дома в западной части Масула. Они выбираются сами, идут пешком около пяти километров, добираются до относительно безопасной территории, и там их подбирают правительственные машины. Они едут в так называемую буферную зону, им сразу же дают еду, воду, и только после этого у них проверяют документы. Многим из них понадобится медицинская и психологическая помощь еще долгое время. Как и рассказала мне волонтер одного из полевых госпиталей, ее пациентка совсем истощена. Ее мать рассказала, что один игиловец пришел к ним домой. Он избил ее из того дня, у нее жуткая паника, она не может есть. Знаете, детская психика очень хрупкая, а еще они очень напуганы взрывами. При этом люди могут уйти только из освобожденной части Масула, желающие покинуть город в тысячи. В ожидании готова переселиться под посылом уже строя. И на границе для настоящего времени. Далее в программе. Картошка как роскошь. Цена на второй ходовой продукт питания в Таджикистане подскочила почти втрое. Жители страны отказывают себе в продукте первой необходимости. Надо что-то с ценой делать. Людям дорого. Не у всех есть возможность купить. Сегодня в Нидерландах начало большой европейской политической кампании. Парламентские выборы в Голландии станут первыми в череде европейских волеизъявлений. В апреле выборы в парламент пройдут во Франции, в сентябре в Германии. Считается, что именно голландские выборы во многом определяют судьбу правых сил в Европе. Тех самых, на которые в последнее время делает ставку Кремль. Рассказывает Екатерина Бучнева. Вместо дня тишины накануне выборов в Голландии дипломатический скандал. Турция заявила о приостановке дипломатических связей с Нидерландами. Всему виной запрет на агитационные митинги с участием турецких чиновников и высылка турецкого министра. Но гнев Анкары лишь на пользу Амстердаму. Заработать политические очки на антиисламских и антииммигрантских настроениях успели и правящие либералы, и оппозиционные националисты. Выборы в Голландии все чаще называют дуэлью между правящей Народной партией за свободу и демократию во главе с премьер-министром Марком Рютте и лидером популистско-националистической партии свободы Гертом Вилдерсом. Можете назвать это четвертьфиналом в попытках предотвратить победу злокачественного популизма. Полуфинал состоится на апрельских выборах во Франции, а финал в сентябре в Германии. И я хочу, чтобы Нидерланды стали первой страной, которая остановит этот опасный сорт популизма. Вилдерса многие называют голландским Трампом. Он также активно пользуется твиттером, оскорбляет оппонентов и выступает с радикальной программой. Основные ее положения — запрет Корана и мечетей, закрытие границ для беженцев и мигрантов и депортация преступников с двойным гражданством. Он не боится открывать рот, не боится пытаться быть честным. И так же, как Трамп, Вилдерс восхищает одних избирателей и пугает других, в основном представителей национальных и религиозных меньшинств. Число преступлений против мусульман значительно выросло. Недавно вышел доклад об исламофобии в Нидерландах. И сейчас это действительно проблема. Еще один пункт программы Вилдерса — выход из Евросоюза. Его здесь, по аналогии с Прекситом, называют Некситом. И хотя популярность такой идеи на фоне неопределенности Великобритании падает, Нексит по-прежнему поддерживает каждый четвертый голландец. Нексит — лучшее, что может с нами случиться. Мы снова станем хозяевами своей страны. Снова получим ключи от своей входной двери. Как много людей сочтут это неприятным — не иметь ключей от собственного дома. А так они смогут видеть, каких гостей пускать, а каких нет. Вы, мистер Вилдерс, опять ведете себя безответственно, опять сеете хаос, рискуете полуторамиллионами рабочих мест, напрямую зависящих от нашего членства в Евросоюзе, который также обеспечивает нам безопасность и экономическое процветание. Предвыборная повестка в основном сосредоточена на внутренней политике. Про Украину против ассоциации, с которой голландцы ранее проголосовали на референдуме, здесь не вспоминают. Да и Россия в предвыборных дискуссиях всплывает лишь в контексте безопасности голосования. По опросам, Рют и Вилдерс идут наравне. Но многие голландцы считают, что последний уже победил, изменив сам дискурс политической кампании некогда самой толерантной страны Европы. Екатерина Бучнева. Настоящее время. Вернемся в Центральную Азию. В Таджикистане резко выросли цены на один из самых востребованных товаров народного потребления — картофель. Цена за его килограмм на столичных базарах выросла на треть. Почему подорожал картофель, выяснял Анушир Вонарипов. «Чтобы картошку подешевле купить, приезжаем на оптовый рынок. Для посева на своем участке берут». «Мы на другом базаре брали всегда. Сюда пришли, все равно дороговато. Надо что-то с ценой делать. Людям дорого. Не у всех есть возможность купить». За парой килограммов картофеля многие жители столицы едут на оптовые рынки. И здесь цена ненамного ниже. Но делать нечего, приходится покупать. Для большинства таджикских семей картофель — один из основных продуктов рациона. Выросшие цены сильно ударили по кошелькам населения. Килограмм сегодня стоит от 30 до 48 центов США. При этом средняя зарплата не превышает 200 долларов в месяц. «Из-за лавин приходится ждать дороги долго. Картофель замерзает частично, подгнивает. Это все расходы, и поэтому привозим, когда с наценкой выходит по три самани 50 дирамов. Три с половиной». Большую часть картофеля в центральные регионы Таджикистана везут с севера страны. В этом году из-за сильных снегопадов и лавин движение по единственной дороге постоянно прерывалось. Часть урожая портилась в грузовиках, стоящих в пробках. Другую земледельцы продавали в соседние страны. Ближе было везти. Так что запасов картофеля у фермеров осталось не так уж и много. «В горной Масче мы покупаем картошку по три самани 10 дирам. 30 дирам за перевозку уходит. Водителю заплатить, солярку покупаем. За дорогу туда-обратно 800 самани заплатить надо. Весы на дороге оплачиваем». Дешево отдавать свои запасы земледельцы тоже не спешат. В этом году им еще придется закупать посадочный картофель. Своего мало и большую часть везут из Пакистана по 50 центов за килограмм. К тому же в стране нет производства удобрений и приходится брать импортные. Один мешок селитры – 20 долларов. «Разница посевного картофеля в том, где выращено. Ганчи, джиргиталь, маща. Есть по 2,40, 2,70, 2,80, 3,80. Картофель из Пакистана через Афганистан обычно импортируют с января по апрель, пока на рынках не появился свой, новый урожай. Но после крупного теракта в Пакистане граница с Афганистаном временно закрыта. Картофель, который удается провести, продают в Кабуле еще дороже. А на границе с Таджикистаном нужно заплатить таможенные сборы – около 3 тысяч долларов за каждые 35 тонн. Скорее всего, высокие цены продержатся до конца апреля, пока на рынках не появится новый урожай. Возможно, стоимость упадет до 18 центов за килограмм в национальной валюте. Но это лишь прогнозы, а пока что второй по популярности продукт – питание – обходится слишком дорого, особенно для многодетных таджикских семей. Ануш Рвун Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Азия. Таджикистан. А в заключении история 21-летней Мухаббат Каюмовой, которая вместе с трехмесячной дочкой живет в старом обветшалом доме в узбекском городе Сырдарья. Девушка осталась без родных, ей совершенно некому обратиться за помощью. У меня ничего нет. Нет хлеба, нет продуктов. Молока не хватает. Ребенок постоянно плачет. Я не знаю, что делать. Мухаббат Каюмова еще в раннем детстве осталась без родителей. Бабушка, которая воспитывала девушку, умерла несколько месяцев назад. В наследство от нее остался старый ветхий дом, который буквально разваливается. Эту зиму Мухаббат вместе с дочерью провела в доме без газа и воды. Я кипячу воду и варю кашу вот на этой плите. Вода закипает за 2-3 часа. Каша варится 5-6 часов. До этого я и дочь сидим голодные. Мухаббат Каюмова пыталась обратиться за помощью к местным властям. Она искала ее в прокуратуре и у руководства общины. Но везде от нее отмахивались и даже прогоняли. Я ходила и в Мухалю, и в прокуратуру. Сдавала документы, чтобы получать детское пособие на ребенка. Но они не дают мне денег. Когда я говорю им, пожалуйста, помогите, они не пускают меня и прогоняют прочь. Я не знаю, что делать, мне никто не помогает. Оставшиеся наедине со своей бедой молодая женщина вынуждена была обратиться к неравнодушным людям через сайт узбекской службы радиосвободы ОЗОДЛИК. Ради дочки моей, помогите мне, чтобы я ее вырастила. Прошу вас, помогите. Если кто меня слышит, помогите, пожалуйста. После публикации видеосюжета на сайте ОЗОДЛИК, Мухаббат услышали люди со всего мира, которые звонят, предлагая помощь. Об этом она рассказала нашим узбекским коллегам. Также представитель администрации города Сырдарья сообщил, что создана специальная комиссия, которая займется оказанием практической помощи Мухаббат. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях и в эфире своих национальных телеканалов, а также в режиме прямого эфира на канале «Настоящее время» в YouTube. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин